Дорогая церковь, приветствую вас! Вы знаете, мы сейчас служили Богу. Мы сейчас приносили Ему жертву хвалы. Но сейчас будет Господь служить нам. Он нам служит Своим Словом, правда? И хотелось бы сейчас просто присутствию Его услышать то, что Он хочет говорить и учит нас. Я думаю, мы все с вами рассуждаем о Господе, правда же? Но рассуждение о Господе — это не только о том, какой Он, как Он выглядит. Рассуждение о Господе — это как угодить Ему. Можем ли мы угодить Ему своим характером, своими поступками, своими делами, своим отношением, если Оно не будет в Его правде? Я думаю, не можем. Только когда в Его правде мы что-то совершаем, мы можем угодить Господу, правда же? Поэтому так важно знать Его правду. Поэтому Он сказал, ищите прежде всего Царства Божьего и правды Его. И чем больше я вот иду к Господу, тем больше я сталкиваюсь с тем, что хочу знать Его правду. На все моменты моей жизни, на все рассуждения, чтобы угождать Ему. Вы знаете, что, вот вспоминаю я о Судье, которую мы сейчас изучаем, Книгу Судей. И там говорится, что не было Царя у Израиля. И каждый поступал так, как считал справедливым. Давайте честно скажем, мы изучающие Писание. Когда мы читаем Книгу Судей, поступают они справедливо? Мы возмущены до предела, правда? Как так можно было поступить? Как они могли так сделать? Они считают это справедливо. У них даже совесть ни капельку не йоркнула, потому что это справедливо в их глазах. А теперь представьте, если нет Царя Бога в голове нашей, в разуме, что происходит с нами? Каждый поступает так, как считает справедливым. И кто-то возмущается, Боже, как вот мог так поступить, или она? А потому что нет Бога в разуме. И каждый поступает так, как считает справедливым. И за свою справедливость будет бороться и стоять. Но вчера вот я услышала, Бог сказал, я буду судить каждого по его правдам. Ой, будет ли твоя правда соответствовать правде Божьей? Аж страшно стало мне. И вот сегодня, я хочу, это прелюдия. Сегодня я хочу говорить о том, знаем ли мы, что такое добро и зло. И это просто интрон, и я бы хотела поговорить с вами о том, что мы знаем, что это доброе и зло. Чтобы поступать справедливо, чтобы поступать правильно, надо же знать, что такое добро, что такое зло, правда? Вот к евреям в книге 5.14 говорится, твердая же пища свойственно совершенным, у которых чувства, внимательно слушайте, чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Знания. Здесь говорится про знания. Чувства. Вы представляете? Оказывается, нужны чувства, которые различают добро от зла. И эти чувства должны быть навыкам приучены от Господа. И кто может так рассуждать? У кого уже они настолько выросли, что даже питаются другой пищей? Твердый. Твердый, не молоком. Написано, что тот, кто питается молоком, не сведущий в слове правды. Будет доказывать, но не сведущий в слове. Только те, которые твердую пищу кушают. Но честно, буду говорить, это другая тема. Мы вернемся к тому, знаем ли мы, что такое добро и что такое зло. Если я вас буду спрашивать и представлю какой-нибудь пример, и буду спрашивать, как поступить. Вы знаете, как разойдетесь во мнении. И у каждого будет своя правда. И будет свое понятие, что такое добро, вроде вы захотите сделать добро. Своё добро, своя справедливость, вроде как вы понимаете. И хочется сказать, разве мы настолько не мудры, чтобы различать добро от зла? Вот спрошу вас, что? Вы не знаете, что такое добро, что такое зло? Кто не знает? Очень относительно знаем. Вы знаете, очень относительно знаем. Потому что, как и у добра, очень много оттенков и последствий, как и у зла. И мы порой совершенно не можем разобраться, что воистину добро и что воистину зло. вот Павел говорит, что надо различать. Что надо различать. Вы понимаете, хорошо послушайте, различать. И при том, иногда чувствами. Иногда мы можем это различить только сердцем. и оказывается, не все мы настолько мудры, насколько хитер сатана. Понимаете, он настолько хитер, что если не жить с Духом Божьим, не жить в Духе Божьем, и не дать ему место, нами, вводимыми быть, вводимы им, нам, он может нас обмануть и обхитрить. Он очень хитер. И он так завуалированно иногда преподносит зло, что мы принимаем его как добро. И даже в голову не приходит, что это неправильно. Мы видим, как будто добрый поступок. за которым кроется корысть, лукавство, коварство иногда. А мы видим добро. Если чувства навыкам не приучены к развлечению добра и зла. Вы знаете, как часто сатана строит дороги к погибели человеку именно добрыми делами, в кавычках, конечно. который кажется, ну как хорошо это, ну как это прекрасно. Ведь есть же такая поговорка, да? Дорога в ад выстлана добрыми делами. Как я однажды видела видение, я рассказывала может быть вам про это. Как я видела, как Бог сказал возвратиться, я была на небе с церковью своей, такое видение я видела. Но Бог сказал, вернитесь, потому что вы должны здесь сначала совершить свое предназначение, потом идти на небеса. И вот по пути, проходя через пределы сатанинские, то есть вот это, как оно называется, поднебесье, поднебесье, он очень был услужлив. Он вообще не пугал. Он только подсказывал, как идти. вот сюда, пожалуйста, вот сюда, пожалуйста, добрыми делами, добрыми намерениями. Хорошо, что рядом шел ангел мудрости, который показывал, что не то показывает тебе он. Он всегда хочет показаться услужливым. Он только к тем, которые твердо стоят в Боге, показывает свои клыки. А остальные встречают очень добрые набит глазки. Ласковые словечки. Добрыми делами. Отвлекает от истины. Поэтому нужно быть очень осторожными. Я вам так скажу, мои дорогие. Настолько мы должны знать истину. Настолько мы серьезно должны стоять и твердо в истине. настолько мы должны впустить Бога в разум, чтобы им рассуждать, чтобы им видеть, дать ему место в себе. Почему? Потому что грех завуалирован. И человек может осуждать то, что Бог оправдывает, и оправдывать то, что Бог осуждает. Вот я буду теперь немножечко примеры вам и задавать вам вопрос. Просто хочу, чтобы вы немножечко тоже порассуждали. Вот, к примеру, в церкви человек осуждает греховный поступок брата или сестры, неважно. Вы знаете, я возьму один такой самый простой пример. Я почему его взяла? Во-первых, этот мир сейчас этим грехом страдает и уже грехом не называет. И эта тень вошла в церковь спокойно. Не в нашу, допустим, здесь еще пока бодрствуем. А во многие церкви вошла уже. И это принимается за ничего, потому что весь мир это принял. Уже это не замечают как грех. Но Иисус именно про этот грех и сказал взять прелюбодеяние. То есть я хочу к чему сказать, что есть такое отношение к внебрачным отношениям простое, легкое уже. Гражданский брак. Вообще брак ли он? Или забракованное что-то? Господь это называет своим именем блуд. И если человек в церкви говорит, обличает, что это неправильно, надо покаяться, от этого освободиться. Добро ли это? Добро ли это? Нет, не добро. Обличаете. Там любовь. Бог оправдывает любовь. вы обличаете непонятно что. Это недоброе отношение. И кажется такому человеку, которого обличают, что это зло. Понимаете? А другой человек подходит и говорит, да не, ничего особенного, я тебя понимаю. Подумаешь, Бог за любовь. Вы же правда честно любите друг друга. где добро? Скажите, кто сказал добро? Как по-вашему? Вы понимаете, что очень многими принимается за добро тот, который погладил по головке? А другой не добро. Зволь человек, вредный человек, грубый человек. Как относительно человек понимает, что такое добро? Но иногда хирург ножом режет, а это добро. А если не обратит внимание на твою болезнь, то это зло. Потому что это приведет тебя к смерти. Понимаете, что добро, а что зло? Кто из этих двух творит добро? Кто обличает грех, или кто его оправдывает? Мои хорошие, можно манипулировать словами. Бог есть любовь, мы должны любить друг друга, но я понимаю любовь совсем иначе. Моя любовь это то, чтобы ты не погиб, а другого любовь это чтобы тебе угодить, чтобы ты о нем хорошо сказал. Так что добро? Кто творит добро? Кто творит? Почему говорят про Бога некоторые? Он такой жестокий Бог. Он так наказывал. Не видят в этом добро. А я вижу добро, потому что он о всем человечестве пекся, чтобы не заразилось все человечество, чтобы не распространилось по всему телу и всех уничтожил сатана. Так добро, что Бог судит, или не добро? Надо разобраться. Когда ты говоришь к сердцу человека, к его душе, это добро? Или когда ты печешься о нем, чтобы он не погиб? Добро? Вот как надо разбираться, что есть добро? Для тех, которые любят грешить и хотят оставаться во грехе, они иначе рассуждают, что есть добро и зло. Понимаете? Это один из примеров. Вы знаете, пока я рассуждала над этим, Боже мой, что только я не увидела. Какие нюансы я увидела даже в нашей церкви, в наших отношениях. Насколько люди не понимали, что такое добро, обижались и пошли во зло, посчитая, что это добро, потому что не знают, что истинное добро есть. Библия очень строго осуждает грех. Как же мы будем молчать? Как же мы будем принимать это? Вы знаете, говорится даже горе, вот Исайя 5, 20-21, Он говорит даже горе тем, которые зло называют добром. И добро злом. Почему горе? Потому что потом впоследствии семена эти взращиваются. Ты сразу не видишь то, что потом взрастится. Но когда уже вырастет репейник, поздно. Это уже в твоей жизни. Понимаете? И Он говорит горе тем, которые зло называют добром, а добро называют злом. Все перевернуто у них. Тьму почитают светом, а свет тьмой. Горькое почитают сладким, а сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах. и разумны пред самими собою. Оказывается, вот чем причина. Сами в себе уверены, горды сами в себе. Вместо того, чтобы искать, Иисус сказал, ищите Царство Небесного и правды Его. Ищите тот, который думает, чтобы поступить так, как Бог хочет рассудить, Он все время ищет. Он не уверен в себе, он все время вопрошает. Добро ли это Господь? Внутри себя, даже если не постами великими, внутри себя ищет ответ от Господа. И что еще хуже, что Бог судит тех, кто зло оправдывает. Или о нем умалчивает. Особенно если, если мы поставлены быть светом этому миру. мы поставлены бдить за этой церковью к примеру. Какой спрос должен быть таким людям, которые поставлены, чтобы сюда сатана не вошел, чтобы грех не посеял ответственность. Мои дорогие, ответственность. Если здесь вместе с пшеничкой посеять плевелы, потому что спал тот и поле было проспато, хочется сказать, проспал поле, что получилось? Хорошие семена были заглушены плевелами, значит мы не имеем права спать, мы должны бдить. Вот знаете, как очень строго Езекииль пророчествовал 33, 7, 9, это Бог сказал Ему, а я хочу сказать, что это каждому из нас можно применить. И тебя, Сын человеческий, я поставил стражем Дому Израилеву. И ты будешь слышать из уст Моих Слова и вразумлять их от Меня. Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь. Другими словами, ты грешишь, это нельзя допустить. А ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его. что будет? То беззаконник тот умрет за грех свой. Но кровь его взыщется с кого? С рук твоих. Как строго и справедливо. Если же ты остерегал беззаконник от пути его, чтобы он опротился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу свою. Добро ли обличать? Добро. А не обличить, умолчать. Терпимо относиться к греху брата или сестры. Это что? Ответишь, потому что его кровь на твоих руках. он умер, потому что ты не обличал. Понимаете? Порой так называются добрые дела. Промолчать, показаться хорошим, подобрить, потом дома может быть или кому-то там сказать, как это возможно? Ну, ему улыбнуться. Это не добро. Понимаете, мои хорошие, это не добро. Конечно, обличать в любви. Но потакать ни в коем случае нельзя. Те, которые Бог осуждает дела, и мы должны осуждать. Мы же свет. Мы свет этому миру, правда? Если мы свет этому миру, значит, мы правда для этого мира. А если мы для этого мира правда, то тем более в церкви. Вы знаете, я такие слова как-то по-новому услышала, когда Иисус сказал, что мы свет миру, но есть ли твой свет тьма? Какова же тогда тьма? И вы знаете, я по-разному рассуждала об этом слове, но хочу сказать сегодня, что если твоя правда это свет, она твоя правда, не Божья, то Иисус собственно сказал, это тьма. Тогда какова же тьма? Ты свет миру должен носить Божью правду и подправлять тех, которые ее еще не знают, помогать. Поэтому Бог говорит, что я поставил тебя светить в твоем доме. Везде в мире ты должен нести правду. Кто любит суды Божьи, кто к ним обращается для того, чтобы праведно судить, для того, чтобы знать, что есть добро, в том мудрости, в том мудрости. А кто не обращается, кто не ищет Царство Божье, правда его, будет причислен к неразумным, мои дорогие. Я хочу сказать, не душой надо судить, духом, сердце, оно должно быть приучено к развлечению добра и зла. Потому что душа наша, она склоняется. Вот этот человек мне нравится, этот человек мне не очень нравится. Значит, чтобы не сказал тот, который мне нравится, я буду оправдывать, буду поддерживать. А там или умолчу, или это душа. Она умеет склоняться. Душевные рассуждения от многого зависят. От хороших и плохих отношений, к примеру. Поэтому им доверять нельзя душевным отношениям и душевным суждениям доверять нельзя. душа не может толком различить это добро или зло. Ее различения очень относительны. Поэтому мы должны Духу Божьему доверять в себе и нашим Духом с Духом Божьим вместе рассуждать. Как написано, если внутри тебя сердце осуждает, коль мне почему. Бог. Если внутри тебя есть осуждение какого-то поступка, коль мне почему Бог. Мы должны также рассуждать. Но это возможно только тем, которые идут путем совершенных. Это все Библия говорит, Евангелие говорит об этом. Павел говорит, пока я был младенцем, по-младенчески рассуждал, по-младенчески мыслил. его даже совесть не судила, что он осуждал, в тюрьмы таскал народ, потом говорит, я изверг. А в этот момент он не считал себя извергом. Он считал, что он творит правду и добро. в тюрьмы в тюрьмы и добро. А когда постиг совершенное, когда пошел этим путем, он говорит, я ставил младенческое. Тогда он стал иначе рассуждать, понимаете, иначе мыслить. Тогда он точно стал познавать, что есть добро, что есть зло. Вы знаете, мои дорогие, даже Христа осуждают. С чем только я не сталкивалась. Христа осуждают, Бога Отца осуждают. Судят всех. Судят за то, что Он распял Сына, распял человека. Чем Он отличается от языческих богов? Он человека в жертву принес. Я и это слышала. Судят, потому что не знают, что есть добро, что и зло. А если бы познали, как бы они сокрушались со своем неправедном суждением, мы не понимаем многого. Если мы младенцы, если мы дети, посмотрите на нашу молодежь, на наших деток, почитают ли они добром, честно, дети, когда родители говорят, положи игру на место, больше не играй в компьютерные игры. В это время им точно кажется, что это не добро, потому что добро это играть. Но мама и папа знают, что это вредно для глазок, что от этого много пользы нет, лучше почитай книгу. Что добро, как оно относительно. А почему они так рассуждают? Дети вот и во Христе. Если младенец, дитё, не понимает, что это папа, мама, говорят, родители духовные, не хотят слушать. Раз это добро? Нельзя это, нельзя то? Какая-то строгость в этой церкви? Зато все придёте в небеса. если будете соблюдать вот эти правила святости, войдёте в небеса. Вы понимаете, мы иногда, мои хорошие, не совсем понимаем и логически не видим выхода некоторым поступкам. Мы некоторые, я лично, некоторые моменты не могу показать, вот покажи мне, где написано. что это зло или я внутри знаю. Я не могу обосновать их чем-либо, но чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Потом со временем я могу сказать, я была права, что это было зло или что это было добро, потому что выросли уже семена. А в тот момент я просто знаю внутри. Так как и говорит Павел, то, что сегодня мы с вами сеем, мы должны знать, какие семена мы с вами сеем. Может то, что сегодня кажется нам строгостью, и есть истинная любовь. Может это и есть истинная любовь? Когда родители любят своих детей, они что делают? Воспитывают. Не воспитывают детей только те родители, которым все равно кто вырастет. Они не любят своих детей. Они о себе думают. Своё здоровье надо сохранить. Родители, любящие детей, воспитывают. Тратят свои нервы, хочется сказать. Это и есть любовь. Вы знаете, вот то место, где написано, что чувства навыком приучены. В греческом переводе говорится практика. У которых с помощью практики чувства упражняются к развлечению добра и зла. То есть практика даже, понимаете, развлечение добра и зла. Нужно практиковать в духе. слышать голос Бога, знать Его намерения, знать Его желания, знать Его суждения. Как Бог судит, что Бог оправдывает и что называет злом. Как узнать нам сегодня? Сеем ли мы добро в ближних? Или вдруг зло? Подумайте, мы все что-то сеем. и как узнать, наши ближние сеют в нас добро или зло? Я хочу задать вам этот вопрос, а вы подумайте. Вы сеете в ближних добро или зло? И ваши ближние в вас сеют добро или зло? И их добро не может ли стать завтра сетью для вас? Не покупается ли ваша душа за их добро? Вы для этого и нужны духовные чувствования. Вот для этого нужны духовные чувствования. Мы должны иметь эту практику для того, чтобы различать сердцем, чувствами сердца, и определять, добро это или зло. Иногда это настолько глубоко зарыто, что поверхностно не понять, и только внутреннее чувство. Оно подсказывает. Вы знаете, я вам говорила уже однажды, что настолько много раз сталкивалась с добром, которое добром в моих глазах никак не являлось. Потому что Бог показывал мне, к чему это может привести вот этот народ и этих людей и этого человека. Я была просто шокирована этими делами. Ну как же это может быть? Это же не от Бога. Ну как это может быть? Я спросила Господи, ну неужели может ли сатана делать добро? Да, Бог сказал может. если это добро тебе во зло, так добро ли оно, если оно тебе во зло? А вот посмотрите, как интересно, добро, которое тебе во зло, добро ли оно? Добро ли оно? Смотрите всегда, что сеет, что в вас сеет, что вам предлагают. И называете ли вы добро добром? Или вы зло почитаете добром? Посмотрите. Очень важно это понять для себя. И не разумом иногда понимаем, а внутренним чувством, которое хорошо приучено. Не факты, а чувства. понимаете, Бога иногда надо чувствовать, а иначе вы его просто не пощупаете. А вот чувствуем, здесь он. А вот чувствуем, он тебе говорит. А вот чувствуем, он не хочет. Он тебя удерживает. Или он говорит, сделай. Если вы внутри не имеете этой практики, вы сможете быть водимыми Духом Святым. Голосом Бога не сможете быть Вадимой. Потому что он не будет вас физически брать за руку и вести. Чувства навыкам приучены должны быть. Вы знаете, дьявол очень хорошо преподнес добро и зло в одном бокале. Он один, ну так, фрукт, скажем, один дал добро и зло. и все. И человек теперь не понимает где добро и где зло. Смешалось. Вкусил то и вместе с этим. И теперь только Слово Бога. Меч разделяющий. Обоюдоострый. Отделяет добро от зла. То есть Слово Бога. Оно нам помогает увидеть где добро где зло. Вы понимаете, только оно. Оно нас сохранит. Поэтому сказано это что? Свет ногам нашим. Свет пути нашего. Слово Бога. Вы знаете, что даже сам Сатана придет как добро. То, что он предложит человечеству, будет выглядеть как стопроцентное добро. это только мы безумцы скажем, что это зло. Все человечество скажет, да это же добро. Потому что он придет как ангел света. А что нам подскажет? Не скажете? Как мы отличим чувство навыкам приучим? Мы хорошо поймем, что за этим добром только те, которые Божьи вот там внутри в разуме Бога имеют, не пойдут у него на поводу. Понимаете? А другие не поймут. И будут нас осуждать. Вы что против добра для всего человечества? Да вы просто враги. Понимаете? Я хочу прочитать вам немножечко длинноватые, но 2 Коринфянам 11 глава 6-15. Хотя я и невежда в слове, это Павел говорит. Какой он невежда в слове, не знаю. Но он говорит, хотя я невежда в слове, но не в познании. Мне кажется, что это просто кто-то сильненько его задел. унизил, что он сказал, хорошо, я невежда в слове. Но не в познании. Можно быть невеждой, не знать, какие цитаты и какая глава. Но вас спасет познание. Познание Бога. Познание Его истины. Познание Духа Божьего. И он говорит, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас? Потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божьем. Другим церквям я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. И будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал. Ибо недостаток мой восполняли братья, пришедшие из Македонии. Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость. поистине Христовой во мне скажу. Чтобы похвалась я, не отнимется у меня. В странах Ахаи. Почему не отнимется? А он говорит, почему я так поступаю? Потому лишь что не люблю вас. Богу известно. Но как поступаю, так и буду поступать. Чтобы не дать повода ищущему поводу. Оказывается, причина вся в чем? Чтобы не дать повода ищущему поводу. Дабы они чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. То есть, что я хочу сказать? Что иногда делая добро, ты даешь повод. Иногда не принимая его добро, ты не даешь ему повода. Как нужно иметь мудрость? Не от всех принимал добро. Павел не от всех принимал добро. Вот из Македонии ему приносили, чтобы он на что-то существовал. А им проповедовал и не брал от них зачем? Потому что их добро обратилось ему во зло. Но у него чувства навыков приучены разделению добра и зла развлечению. И он не принимал. Зачем? Для того, чтобы не дать повода. Ну как это так возможно? Возможно. Иногда не принять добро, которое является недобром. Оно разве добро, если оно дает повод к осуждению? Мои хорошие, разве это добро? Нет, не добро. Как мы должны научиться различать? Я хочу, чтобы мы были мудрыми. Иисус говорит, будьте мудрыми. Будьте мудрыми, змеи. Кратки, как голуби. То есть Бог не сказал, пусть лапшу на уши нам вешают. Некоторые считают, если христиане, значит, тук-тук, водите. Должны быть безобразования, простые, можно обманывать, ничего подобного. Бог говорит, будьте мудрыми, потому что у нас Отец премудрости. Дух мудрости внутри нас. Это почему мы должны быть такими? Чтобы нас могли обманывать. Только если остаемся младенцем. Младенцем легко, легко обхитрить обман. Но мы должны быть мудрыми. Возрастайте в Духе. Возрастайте в познании. Как Павел говорит, но я не невежда в познании. Мы должны быть мудры в познании. В познании Бога, в познании Духа Святого. Познавайте глубины Божьи. Будьте мудры во Христе. И будьте мудры и на всякое доброе дело. Как говорится, что надо даже в добром деле быть рассудительными. Рассудительными. Потому что, как я вам сейчас маленький пример привела, оказывается, и принять добро не всегда на добро. Мои дороги, им могу говорить много, но я думаю, что достаточно. Хочу сказать вам только еще одно. Насколько человек даже не понимает добро Бога, даже когда Иисус проповедовал и говорил о теле своем и крови своей. Он говорил то, что Он себя отдает, и это добро для нас, для всех. Но Он говорил о теле своем и о крови своей. И что сказали? Невозможно слушать. Кто это может слушать? Понимаете, добро не всегда выглядит как добро, истинное добро. Если у вас не будет премудрости Божьей, вы не отличите ее. Вы можете судить неправедно, даже Бога, даже поступки Бога, потому что не хватает разумения, не хватает премудрости, но Бог наш, Бог премудрости и откровений, поэтому Павел говорит, что умоляет Бога, чтобы Он дал нам Дух премудрости и откровений, чтобы мы и Бога познавали, и чтобы в этом мире не были обмануты, чтобы мы никому не посеяли семена зла, за что потом придется отвечать, и чтобы нам никто не мог посеять зло, которое потом вырастет в нашу жизнь и принесет неправильные плоды. Знаете, что я скажу? Однажды мы все придем пред лицо Господа, можно так сказать, образно с мешками добрых дел, и будем надеяться, что сейчас мы эти мешки откроем добрых дел, и Бог на основании вот этих добрых дел нас наградит. Знаете, как из сказки одной, как одна красавица отцом была послана в лес, потому что до нее сестричка привезла мешочек с драгоценностями, и он послал свою, иди туда тоже, сядь под елочку, тебе Дед Мороз даст. Привезла большие мешки, думала, вот сейчас открою, а вместо драгоценностей там оказались просто камни, а вот, мои дорогие, откроем эти мешочки, а Бог возьмет сито, и начнет просеивать, и окажется много недобра, потому что оно на наш взгляд было добро, но в Царстве Божьем оно добром не выглядел, потому что Бог видел, вот здесь ты посоветовал, это принесло разделение, вот здесь ты поддержал, принесло там огорчение, обиды, вот здесь ты еще дал, погиб человек, окажется, два-три камушка добра, а я мешки собирал, а Бог сказал, а добром не было, когда-то меня Бог тоже сильно обличил, и показал то, что я считал добром, то, что мои родители называли добром, то, что моя родная сестра называла добром, то, что моя племянница называла добром, мой поступок, это не добро, как же, я столько сделала добра, да, и пришлось просить прощения у сестры, и племяннице сказать, прости меня, это было не добро, мои хорошие, не всегда то, что мы называем добром, истинным добром, ищите правды Божьей, ищите, и тогда будете поступать по-доброму, я, наверное, эту тему немножечко буду еще рассматривать, может, не совсем такую, но продолжение будет, я вас благословляю, поблагодарю, но не забыть, а не забыть, не забыть, ищи, Продолжение следует...